Хорошая новость для всех патриотов. Теперь во всемирной сети появился сайт, который объединил все патриотические клубы и движения города. Подробности расскажут наши гости. Руководитель флагманской программы Ассоциация военно-патриотических клубов Вадим Малыхин, а также Алексей Водянов и Егор Ицких. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите потребность объединить всю информацию в одном ресурсе. Давно ли возникла эта идея? Идея возникла в прошлом году. Какая потребность, легкая доступность, чтобы была возможность у всех желающих узнать, какие клубы существуют в городе Красноярске в тех или иных территориях. То есть там есть разбивка по территориям, также есть разбивка по направлениям. То есть это военно-спортивные клубы, поисковые отряды, клубы реконструкторов. То есть с помощью этих выгрузок можно полностью понять, какие клубы в каких количествах находятся сейчас на данном сайте. Если говорить о информации, то... Да, какую информацию подчеркнуть можно с этого сайта и для кого она будет интересна. Там находится вся информация о клубе, то есть его логотип, о том, как он создался, кто является руководителем, место его расположения, время работы. То есть здесь контактная информация, то есть номер телефона, почта, по которой можно связаться с руководителем и в дальнейшем, как сказать, предложить свое участие в данном клубе, либо просто знать какую-то дополнительную информацию. Ну, хотелось бы задать, вот держите вам микрофончик. Скажите, как давно вы занимаетесь вот в клубе? Ну, занимаюсь я относительно недавно. Первый раз я нас от школы отправили на пост номер один, как одно из патриотических там занятий. А второй раз уже я сам добровольно пошел стоять на 9 мая туда. Ну, и это вообще очень помогает как сплотиться там в коллективе и самому себя проявить, потому что запрос его руководитель там колоссальный и слабину дать, ну, нельзя никак. И поэтому всем советую тоже. Это сколько вы получаете? Ну, год, два, один, полгода где-то. То есть вот полгода, буквально недавно, да? Недавно буквально. А что привело вас в этот клуб? Почему захотелось там занять? Ну, не знаю, я... Ну, в первый раз, да, от школы отправили. Иди, иди, будь патриотом от нашей школы. Да, потом мне это понравилось, втянулся, как ты уже сам пошел туда добровольно. Ну, захотел проявить там какой-то патриотический дух и с новыми там ребятами познакомиться. Ну, само по себе это опыт тоже. Ну, в общем, это интересно. Да, ну, а вот у вас как это все получилось, что вы попали? Вообще я начал заниматься военной патриотикой с 17 лет. Я занимался, я сам когда-то был курсантом, сейчас я являюсь руководителем моего спортивного клуба у себя в поселке. А во флагманскую программу я вошел не так давно, но уже, так сказать, какие-то плюсы есть. У нас широкий спектр вообще подготовки, но один из важных спектров подготовки у нас это самооборона и рукопашный бой. Это делается для того, чтобы дети и подростки, которые встретятся с этим в реальной жизни, уже либо не боялись, либо боялись, но в меньшей степени, чем неподготовленные люди. И, ну, мы все равно подготовили сейчас небольшие, небольшая показательное выступление, да? То есть мы можем прямо сейчас увидеть, что покажете? Первым мы покажем самооборону от ножа, а затем освобождение от захватов. Так, отлично, давайте я подержу микрофончик. Давайте идем подальше. Сразу скажем, что нож, нож у нас не настоящий, не нервничайте, уважаемые телезрители. Никто не пострадает. Да, поехали. Сейчас мы будем демонстрировать самооборону от удара сверху. Отлично. Значит, делается блок с уходом в сторону. Для чего это делается? Даже если противник пробивает ваш блок, нож проходит. То есть ничем вас не задев. Дальше. После этого левая рука подкладывается на изгиб локтя. Так. Под шагом и корпусом давится. Ага. Так, понятно. Сохраняем противника. А можно мне попробовать? Попробую. Так, прошу. Итак, первое делается блок, потом изгиб. Да. И так. Да? Да. Уже здорово, прям на лету схватываешь. Так, и сейчас еще один прием от ножа сверху. Так. Так же делается под шаг в сторону с блоком, но только другая рука. Так. Дальше делается под шаг правой ноги под противника. Ага. Правая рука заводится, скидывается замком здесь. Так. И так же снова. Здесь действует рычаг. Рычаг является, ну вот, рука, да, которая... Так, пойду еще попробую. Держите. Давай. Так. Здесь работает. И левая под шаг. Ошибка. Ошибка. Вот, наконец-то. Я пиджак не расстегнул, согласен. Вы не сделали под шаг. Вы не сделали под шаг. А, выпад. Да. Так я этого, вы этого не сказали. Я сказал. Окей. И пам, пам. А вот здесь, вот здесь делаем... Замок. Замок. Вот так. Вот так, хоп. Да. И так же. Да. Так, давай теперь быстро. Я готов. Давай. Три, четыре. Пам, пам, пам. Слушай, Габриэль, ну у тебя прям танец получается. Так, что сейчас? Следующий будет самооборона от удара вперед. Вперед. Да. Так же делается под шаг. Ага. Под шаг. Все, ага. Нужно увернуться от ножа. Ага. Берется за запястье. Нож выбивается. Ага. Если у вас не хватает сил выбить, ну мертвая хватка у него, то просто рука просто заворачивается. Ага. Смотрите, бедненький, уже все уже есть. Дальше. После того, как нож выберет, делается удар под колено в сустав. Так. И затем уже добив. Добив. Бум. Да. Так. Давайте попробуем. Сегодня я прямо, ну, быстро я... Так. Раз, два, три. Бум. О! Ух ты! Все, добив состоялся у нас по-моему. Так. Подождите. Сначала мы делаем. Пам, пам, пам. Что-то я уже забыл. Сначала увернуться, потом запястье. Так, и пам. Потом мы делаем. Выбиваем нож. И под колено. Под колено. И вот так, да? Да. Браво. Слушай, как... Прям круто. Следующий прием у нас пойдет скорее на обезоруживание противника, чем на его дезориентацию. Так. Дальше уже там, после его обезоруживания, уже пойдут вход, ну, рук. Угу. Да, господи. Ага. Блок. Так. И обезоруживание. А, все. И сразу его скрутили. Да. А если вдруг промокнулся, блок не прошел, ну, тогда все. Так. Значит, я сейчас буду... Это же все в процессе тренировок нарабатывается. Это же не все сразу схватывается на лету. Сначала это делается все обычными ножами. Ну, вернее, макетами ножей. Макетами ножей. Макетами. Да, либо деревянными, либо пластиками. Затем это переходится все на настоящие ножи. Делается это для того, чтобы человек, подросток или ребенок был морально уже подготовлен к встрече с ножом. Чтобы в повседневной жизни, если вдруг нападет какой-то разбойник, чтобы человек ножа уже не боялся. Не боялся. Я также попробую сделать блок. Да. Поехали. Удар снизу. Пам. Потом вы... Вот здесь я вот не понял. Я покажу. Вот здесь я не... Так. Левая рука заводит. Все. Сюда. Все. И сразу... А, вот она. Все. Ага. Так. Этим приемом пользуются и полицейские. Так. Габриэль, давай, не подведи. Так. Все. И удар снизу. Пам. Левая рука. Что же такое? Так я вот... Нет. Ну, я же вот здесь. Что же у меня? Я... Во! Так я просто... Значит, нужно уже понимать, что правая рука должна быть сверху. А у меня рука была снизу. Так что... Ну и давайте последнее упражнение, которое может помочь жителям Красноярска и Красноярского края. Следующее мы хотели показать. Освобождение от захватов. Так. Если соперник, он схватил вас. Ага. Вы берете левой рукой за сопястье и выкручиваете. Ну и все. И все. И все. Пока. Либо сюда, либо вот этой рукой. Правой. Ну, это вообще легко. Дальше берете вот начат и все, можете управлять. Вот. Все. А давайте это сделает Анастасия попробует. А то что Габриэль да Габриэль. Потому что... Я забыла, как делать. Ну, дай бог, конечно, что... Так. Вот так. Берете вот крепко за запястье, за само запястье. За само. Да. И выкручиваете. Не сюда. Если левой рукой, то вот носи на себя, да? Нет. Так. Нет. Не двумя руками, Настенька. Одной рукой выкручиваешь сюда, видишь? А как второй рукой? А если правой рукой, то вот, получается, делаете вот сюда. И рычагом вот сюда вот. Вот это я хочу попробовать. А потом... А потом... Потом управлять. Переводите. И все. И просто сгибаете здесь под сгибость. Вперед. Так. Ну, левый. Да, ломай. Вот это вот здесь ломай. Да, да, да. Вот здесь довелась сюда. И вот здесь доработала. Вот здесь. Вот здесь. Мне уже больно. Я могу. Вот здесь. Здесь. Вперед. Вот. Прям нужно очень сильно выкрутить, да? Да, нужно. Во-первых, нужно сильно... Мало того, что нужно сильно... Ты что делаешь, Настя? Оставь парня в покое. У меня получилось хоть немножко. Ну, как вы скажете, Анастасия справилась с задачей? Ну, не совсем, конечно, недочеты были, но все, как я уже и говорил, это все натренировывается. А давайте в следующий раз вы покажете приемы самообороны для девушек специально. Хорошо. Все, договорились. Спасибо. Ну что, ребята, спасибо вам большое. Вот нужно задать вопрос. Еще один есть. Насколько, Вадим, скажите, сколько на сегодняшний день клубов патриотических? В ассоциацию военно-патриотических клубов входит более 135. 135. Они все наполнены, все хорошо. А если вот я хочу пойти туда, что нужно мне сделать? Зайти на сайт аупк.рф, посмотреть все клубы, посмотреть, которые вам понравилось. И там можно зарегистрироваться. Позвониться с руководителем. И уже в дальнейшем договориться о возможности участия в данном клубе. Отлично. Спасибо большое, что пришли этим утром к нам, что дали Габриэлю размяться. И мне тоже показали кое-что. Напомню, в гостях у нас были Вадим Малыхин, руководитель флагманской программы Ассоциации военно-патриотических клубов, а также Алексей Водянов и Егор Ицких. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.